Добрый день еще раз. Мы продолжаем программу «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Так получилось, что Светлана нас покинула и по неотложным делам поехала делать неотложные свои дела. Но гости наши остались, гости в студии сегодня в эфире, посвященном изменениям в законодательстве по налогам Азиз Агаев, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-инфорум». Здравствуйте, еще раз. Да, еще раз. Андрей Вавилов, руководитель Кировского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Добрый день. И Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, сегодня он в двух ролях, двулик, потому что с одной стороны он защитник предпринимателей, с другой стороны в отсутствии исполнительной власти он представляет исполнительную власть. Когда я слева на него смотрю, он вроде защитник. Я уточняю, мне не нравится слово «защитник», потому что оно по себе означает какой-то конфликт, защищать от кого? Скорее помощник. А у нас сейчас конфликт, иначе бы не было бы должности амбутсмена вообще в России. Хорошо, сегодня я отвечаю за власть. Еще коротенько напомню тем, кто присоединился к нам только-только. Обсуждаем мы сегодня те изменения, которые происходят с налогообложением, и в частности в Кировской области. Во-первых, это повышение ставки имущественного налога, привязанного к кадастровой стоимости объектов имущества. И сейчас предлагается повысить ее поэтапно с 1% до 2% в 2022 году. А вторая тема, которую мы сейчас как раз подробно разберем, мы ее пока не касались практически, это предстоящая с 2021 года отмена единого налога на вмененный доход. Налога, который был принят как временная мера еще в 1998 году, если я ошибаюсь, эксперты меня наши поправят. И предполагала, что этот налог мог применяться по решению муниципальных органов власти в отношении услуг бытовых, ветеринарных, технического обслуживания автомобилей, автопарковки, автостоянки, перевозки, и в том числе розничная торговля, общественное питание на небольших площадях или вовсе без какой-либо площади для столового зала. Насколько я знаю, Владислав даже собирал статистику, и я буду признателен, если озвучить, сколько у нас таких субъектов предпринимательства на данный момент осталось. Но начать я хочу с Андрея Николаевича Вавилова. Насколько этот налог действительно был временным и насколько он себя исчерпал? Или все-таки есть смысл, наверное, говорить о том, что его продлят, потому что уже были такие прецеденты, вряд ли. А что делать предпринимателям, которые сегодня на этой системе налогообложения находятся? У нас любого другого варианта нет, как выходить на усно. Упрощенная схема налогообложения. Единственное, что это приведет, опять затратам нужно вести будет бухгалтерию дополнительно. То есть предприниматель сразу попадает на отчетность. Может, аудиторам и хорошо. Ничего подобного. Ничего подобного. Бухгалтерам на аутсорсинге хорошо. Может, компаниям, которая сопрождает. Может, кому-то от этого и хорошо, может, и государству хорошо, потому что Минфин, как вы говорите, считает, что это последняя черная дыра, где налог платится с квадратных метров, и все, что проходит по кассовому аппарату, вроде бы непонятно. Но сейчас же везде есть кассовый аппарат, и что им непонятно, говорят, что это черная дыра, нам, предпринимателям, непонятно. Почему Минфин федеральный до сих пор считает, что ЕНВД – это черная дыра? Мы не понимаем. Нам просто... Но, может быть, тоже исходят из реалий Москвы, Московской области и крупных мегаполисов? Вы разберитесь с Москвой. Зачем вы нас-то опять трогаете всех? Разбирайтесь со своей Москвой. Если у вас там воруют, с ними и разбирайтесь. Мы-то здесь... У нас уже воровать нечего. У нас уже предпринимательство на грани выживания. Это совершенно объективное заявление, которое подкреплено встречами с предпринимателями и с налоговыми отчетностями. Посмотрите, сколько предпринимателей даже на усной сегодня отчитывается. Платят 1%, потому что больше платить нечего. Налог с оборотом. Отрицательная доходность у предпринимателей. Выживают сегодня предприниматели. Нет, еще надо что-то прикрутить, открутить и попытаться. Андрей Николаевич, как-то опоры России будут сопровождать в этом процессе перехода на УСНО с ЕНВД предпринимателей? Что-то можете предложить? Да что угодно можем предложить. Я работал на разной схеме от нового уважения. Несколько предприятий было. Поэтому рассказать, объяснить, как перейти, конечно, можем всем. Но от этого предпринимателям немного легче, когда возникают сразу затраты на программное обеспечение. Пошло и поехало. Владислав, тогда, может быть, немножко... Сразу опланирую. Тут Андрей Николаевич, наверное, все-таки сейчас достаточно ярко эмоционально высказался. Но больше высказался как лично. Потому что, например, федеральная опора России поддержала решение Минфина об отмене ЕНВД с 2021 года. Что, например, для нас, как для участников координации бизнес-общества, было достаточно шокирующей информацией. Это официальное было заявление. Например, позиция нашего института, омбудсмена федерального, что нужно как минимум постепенно, опять-таки, так же, как с кадастровой стоимостью, сделать процесс постепенным. И, по возможности, ЕНВД до 2024 года. Чтобы не было вот этого удара для бизнеса, когда ему со всех сторон валится дополнительно на новое облашение. А что значит постепенно? Ну, с 2013 года ЕНВД уже необязательная система. С 2021 года. То есть, можно уже уходить на условие было, да, с 2013 года. И число субъектов по этой системе, которая платит налоги, сокращалось. Ну, у нас по статистике, которую дала ФНС, у нас примерно 15 тысяч субъектов находятся на ЕНВД. 15 тысяч субъектов. Достаточно удобная форма налогообложения для микробизнеса. Можно пояснить, что это для тех, кто предпринимательством не занимается? Это именно те, кто занимается предпринимательством. Нет, пояснить для слушателей, которые не понимают, в чем заключается единый налог на минюнные документы. Это фиксированная ставка налога, которая устанавливается оригинальными властями. Потом она уже уточняется по каждому отдельному муниципальному образованию, которое говаривает те виды деятельности, по которым просто устанавливается плата, которая заменяет все остальные налоги, бизнес работает. Раз в квартал ты платишь определенную сумму, исходя из коэффициентов, которые приняты на уровне... В федеральном и местный коэффициент К2, который уже местные власти регулируют, нужно ли им поддержать предпринимателей, сократить этот коэффициент до минимума 0,05, по-моему, 0,005 тысячных, или сделать единицу, если все хорошо. У нас, в среднем, если не ошибаюсь, порядка 40 тысяч получается годовой платеж по ЕНВД. Но объясню позицию здесь государства. Если по имущественным налогам все-таки достаточно сложно найти аргументацию в силу повышения данных видов налогов, и мы рассмотрели, что, грубо говоря, хотели цепнуть один сегмент, который, может быть, не совсем объективно работал, создавал себе какие-то налоговые преференции, а потом решили, что давайте обложим все субъекты бизнеса данным налогом, то ситуация с ЕНВД, она тут не такая простая история. Во-первых, начиная с того, что этот налог уже пытались несколько раз, налог вводился как временный, временная форма для повышения, для стимулирования людей заниматься бизнесом. Причем, подчеркиваю, именно сегмент микробизнеса. У меня есть подозрение, что не только для этого. Это еще и упрощает саму систему фискальную. Не нужно заморачиваться, смотреть, как там с оборотом, ты просто ежемесячно получаешь определенную сумму фиксированную, и, в общем, фискальная проверка никак не нужна. Совершенно верно. То есть, что изменилось с того времени, когда был введен налог? Ну, как мы видим, у нас на сегодня налоговые органы работают в том, что они могут увидеть сумму оборотов в течение часа с момента совершения операции, на сегодня они контролируют практически все, тем более это с введением онлайн-касс. Поэтому налоговые органы на сегодня в состоянии контролировать любой оборот и вычитать любую сумму налогов с налогоблагаемой базы. Бизнес на сегодня тоже, скажем, уже сформирован. На сегодня есть компании, которые занимаются бухгалтерским сопровождением. То есть, даже если бизнес не может себе позволить нанять работника, то он может обратиться в специалисты конторы. Но главный, с точки зрения государства, власти, мотив отмены ЕНВД, тут, наверное, все-таки два момента. Первое. У нас на сегодня для сегмента бизнеса существует достаточно много альтернативных систем налогообложения. Давайте продолжим про альтернативные системы налогообложения после небольшого перерыва на рекламу. Итак, мы продолжаем тему о налогах и, в частности, говорим о том, что с 2021 года отменяется единый налогно-вымененный доход. Это сфера, вернее, это система налогообложения, которая пользуется на сегодняшний день, по данным, приведенным нашим гостем Владиславом Поповым, полномоченным по защите прав предпринимателей в Кировской области, порядка 15 тысяч субъектов предпринимательства в Кировской области. Есть альтернативные? Система налогообложения, на которую, да, можно перейти. Я сейчас даже, давайте начнем с малого к большому. Подчеркиваю, данная форма, очень простая форма налогообложения вводилась для сегментов ИП-шников и субъектов микробизнеса. Государство у нас на сегодня предлагает первый альтернативный инструмент, это самозанятое. И, соответственно, у нас государство предполагает, что большое количество тех, кто сегодня является платежником ЕНВД, перейдут в категорию самозанятых. Там есть какая-то существенная разница с точки зрения как раз налогооблагаемой базы? То есть платить будет больше? Конечно. Я об этом скажу в конце. Я сейчас просто перечислю те альтернативные формы. Я подчеркиваю, сегодня у меня очень сложная задача, потому что сегодня я как правозащитник бизнеса вынужден говорить с точки зрения чиновника, то есть объясняя позицию власти, мне будут оппонировать же председатель бизнеса, который сейчас будет меня размазывать по моим основаниям. Я объясняю официальную позицию. Вторая форма – это патентная форма налоголожения. Она практически идентична с ЕНВД с одним небольшим изменением. Она действует только для ИП, не для ООШ. И, естественно, нужно оговаривать виды бизнеса. И патент стоит побольше, чем ЕНВД. Это очень маленький. Про расчеты я коснусь, потому что мы уже проделали аналитическую работу по оценке форм налоголожения, что изменится. Мы отмоделировали на разных видах бизнеса. Третье – это ОСН. Упроченная система налоголожения. Соответственно, у нас тоже есть двух систем. Либо с оборота, либо с дохода минус расходы. Ну и что остается? Остается ОСН – общая система налоголожения со всем наперечным налогом, включая НДС. Я все перечислил. Молодец. Замечательно. То есть позиция государства следующая. Ее, в принципе, наш институт, как институт права защиты поддерживает, она очень простая. Один вид бизнеса, один вид налоголожения, чтобы не было путаницы. Потому что получается, что у нас, ну, возьмем два предприятия. Одно сидит на… Даже возьмем три предприятия. Одно сидит на ОСН, на общей системе налоголожения, заниматься видом бизнеса. Тут рядышком компания, которая занимается тем же бизнесом, но находится на ОСН. И третья компания, которая находится на ЕНВД. Раздроблены. Совершенно верно. Получается. И платит это. Позиция государства следующая. Ну, мы создаем неравные условия самому бизнесу. Давайте вот мы уравняем правила игры. Подчеркиваю, это позиция государства. И вторая позиция, из которой… Псевдопозиция. И вторая аргументация, из которой исходят представители власти, как законодательной, так и исполнительной. Почему ЕНВД с точки зрения власти является налогом неэффективным? Мы только сказали, что это фиксированный платеж. Вот в моей практике был предприниматель, у которого оборот составляет 60 миллионов, и платеж 40 тысяч. Соответственно, он может… В квартал или в год? Годовой платеж. Годовой платеж. То есть он может себе позволить иметь работников, которые уплачивают зарплату в черную. Он никак не участвует в социально-коммерческом работе региона. То есть у него гигантский оборот. Он зарабатывает деньги. Это хорошо, что предприниматель зарабатывает деньги. Большие деньги. Но сумма налогов у него составляет меньше… Ну, давайте мы соотнесем 60 миллионов и 40 тысяч. Мы знаем, что средняя налоговая нагрузка на бизнес у нас составляет сколько? Вы имеете общую налоговую нагрузку в виду по России? Ну, возьмем по России. 43 процента. Ну, вот у меня оценка 30 с небольшим. То есть 40-30 процентов. И вот получается, что это для определенных категорий бизнеса это форма налогооптимизации, манипуляции налогами. То есть вот здесь это вопиющий факт, что у нас при таких оборотах, а такая информация есть у нас и в налоговых органах, и органах власти, и в оригинальных органах власти. Это же позиция нашего же министерства финансов, что бизнес генерит достаточно большой оборот, при этом именно в данной сфере налогообложения не создает то количество налогов, которое генерит другие виды бизнеса. Получается неравенство. Я правильно понимаю, что при вхождении в бизнес системы ЕНВД она не очень выгодна, потому что даже при минимальных оборотах, при минимальных продажах ты должен платить эту фиксированную стоимость. Она выгодна только с точки зрения ее простоты. Я подчеркиваю, с точки зрения государства, да. А для крупного бизнеса, который маскируется под не очень крупный... Поэтому у нас есть три категории тех, кто находится под ЕНВД. Мы рассматриваем ЕНВД сейчас, вот дискретно очень, вот только сейчас. А если я вам сейчас расскажу про историю... Это и Азиз Алиевич Агаев сейчас... Да, то все покажется не так, как бы... Пожалуйста. Потому что ЕНВД, когда вводили, в это ЕНВД действительно входили все налоги, в том числе страховые, в том числе налог на имущество, все другое. И вот когда сейчас, например, уважаемый Владислав Леонидович говорит, что вот 40 тысяч и все, нет. 40 тысяч это только ЕНВД. А что еще? А плюс страховые взносы. А не платятся отдельно? Не платятся. Как это не платится? Они платятся отдельно, и еще он должен учитывать и с обороты еще платить. Так, у нас тут... То есть это... Как это не платится? Платятся. Что значит только 40 тысяч? А еще работники говорят. Таких уже, вот таких динозавров уже вообще в бизнесе уже практически нет. Когда твой работник виден, то есть это его надо тогда, не знаю, шапку-невидимку на него, так сказать, одевать. Я просто пример. А потом, таких уже нет. А потом, что касается налога на имущество, которые сейчас будут вводить дополнительно, о чем мы говорили в предыдущем часе. А еще, когда вводили этот налог, государство считало, что если у тебя вот такой оборот, а потом его постепенно на инфляцию увеличивали, то ты малый бизнес, и я тебе устанавливаю незначительно только для того, чтобы ты действовал легально. Для чего государство это делало? И сейчас какую роль играют налоги вот с этого микробизнеса в государственном бюджете? Да тьфу, никакую. И сейчас как будто, вы знаете, вот желание просто нагадить бизнесу, вот есть у некоторых, так сказать, чиновников. Потому что эта сумма, которая собирается, она для бюджета, ну практически ничего не значит. Азиз Олегович, я правильно понимаю, что ваша позиция не отменять действия этого налога? Но это уже произойдет. Но вы уже не говорите, есть ли, Олег. Вы уже не говорите, есть ли. То есть это произойдет. А почему это произойдет? Потому что люди, которые сегодня управляют государством, государство ведь это абстракция, им управляют конкретные люди. Они хотят контролировать все, они хотят контролировать все, собирать все деньги, чтобы люди зависели от них. Они не любят свободных и богатых людей. Потому что свободный и богатый человек начинает думать, он начинает выбирать политиков себе. А вот такие бедные, несчастные, все время ходящие под домоколовым мечом, значит, наказания, люди, они все время думают, а что подумает вышестоящий начальник об этом? Ну, то есть, если глубоко копать, то в целом предпринимательство не очень выгодно. И вся система, вообще она вся система несправедлива. Если мы посмотрим на эту всю систему... Но мы-то говорим о конкретном налоге и о том, что он был введен как временная мера. Он был введен в налоговую систему. Ну и что, что как временная мера? Почему нельзя, если временная мера работает и позволяет людям работать и зарабатывать, оставить как постоянную меру? Почему нельзя? Ну, вот то, что я сказал про аргументацию с точки зрения власти, вот да, на этом, как бы сказать, моя аргументация положительно в защиту, условно говоря, отмены, она у меня заканчивается. Потому что действительно, получается, опять старая поговорка, лес рубят, щепки летят. То есть, увидели, что у нас есть манипуляторы данной формы налогообложения, при гигантских оборотах налоги не платят. Но при этом мы же понимаем, что вот у нас, мы подняли статистику у нас по Кировской области, что это основной вид налогообложения вот того малого, точнее уже микробизнеса, который у нас остался живой в районах. Это единственный фактический источник пополнения, ну, помимо НДФЛ, местных бюджетов. Даже уход на ОСН уведет данные налоги из муниципалитетов в регион. Хотя у нас там где-то он расщепляется, но уже ОСН является региональным налогом, не местным налогом. Это НДФЛ, это форма существования не только предпринимателя, уплачивающего минимальные налоги и не заморачиваясь на двух учет, на дополнительные издержки. Это еще и источник для... Пополнения местных бюджетов, там, где человек как раз чувствует, куда эти деньги идут, может контролировать. Но то, что мы понимаем оба, и то, что я уже понимаю не как чиновник, а как вот с другой стороны, двухликого Януса, как защитник бизнеса, что решение-то принято, потому что уже несколько раз принимали и откладывали решение об отмене этого налога, и сейчас это уже звучит как приговор. И, как я уже сказал, федеральная опора согласилась с тем, что это налог. Да, мы уже готовы к тому, что налог будет отменен с 21-го года. Единственное, что мы еще пока, как бы наш институт, борются за то, чтобы давать им это хоть плавно сделаем. Например, какие-то виды деятельности оставить, чтобы не было вот этого удара на имя защищенности. Я вообще защищенными сложно представляю, как они будут контролировать сапожника. Вот реально. Не, ну сапожник может взять патент. Не, ну вот он... По этой деятельности патенту. То есть они, как его будут контролировать? Ну он не возьмет патент, он скажет, я буду на упрощенке. И мы вернемся к чего? К началу 2000-х годов? То есть он скажет, у меня упрощенка 6%, извини, доход был рубль всего. И что? Кассы, я не понял. Что мы, вернемся обратно, что ли? Или что? Я вообще, как бы, зачем это все делать? Что может бюджет дать сапожник в региональный бюджет? Он может в муниципальный бюджет дать ЕНВД. Так позвольте ему его давать. И не морочиться на эти... Вот посмотрите, 36 миллиардов бизнес потратил на кассовые аппараты онлайн. Кассовые аппараты. Сборы от ЕНВД у нас вообще, на самом деле, в рамках бюджета области. А могло отдавать ЕНВД в бюджет? Это слезы, это копейки. Это один из самых мелких налогов, по большому счету. Ну вот у нас, да, вот есть госполитика, что бизнес должен платить по норме не меньше 30% с оборота. Вот они ходят, где-то застил это в головах. Бизнес должен всем платить. Бизнес должен платить Алишеру Усманову за онлайн-кассы. Значит, должен Сулеймана Керимова платить за Платон там. Я вижу здесь еще, вот поправьте меня, если я не прав, вижу здесь еще один подводный камень. Раньше все-таки у муниципалитетов был какой-то маломальский рычаг для поддержки предпринимательства. Принимая коэффициент К2 на местной районной, городской думе, депутаты могли влиять на то, какие секторы экономики... Какой бизнес малый будет развиваться. Да, да, этот коэффициент был очень существенным в регулировании. И они понимали, что это выпадающие доходы в местные бюджеты. Сейчас этого рычага влияние на малый бизнес, ну, кроме единственное, там, приглашать на комиссию, почему у вас заработная плата там ниже прожиточного минимума и так далее, вот, а все остальные рычаги забирает на себя там региональная власть и федеральная власть. Получается так? Ну вот, мы сегодня этот вопрос будем дискутировать на экспертном совете при омбудсмене с приглашением законодателей, муниципальных законодателей. Минфин приглашен, Минэк приглашен. Вот мы сейчас, на самом деле, давайте мы сейчас приходим к главному. У нас правила игры придумываются федералами. К сожалению, мы по этим правилам игры вынуждены играть. Ну, потому что это налоговая политика, она государственная. Нет, это неправильно, потому что в Конституции написано, что принципы, значит, установления налогов – это совместное ведение. Просто мы привыкли, что у нас все решают в Кремле. Вот и все. Субъекты должны брыгаться от этих вещей. У нас, вот, по нашим институтам, у нас в каждом субъекте федерации, да, оно просто колоссально серьезно дискутируется. Есть коллегиальные позиции бизнеса. Идут, если не ошибаюсь, сейчас собираются как раз подписи за отмену решения по отмене ИНВД, такая тавтология. Но я еще раз говорю, как бы я уже за последними стал реалистом. Вот, потихоньку у меня планок оптимизма все снижается и снижается. И я понимаю, что все равно, вот, давайте, вот, сейчас, знаешь, я готов на деньги посмотреть с Азином Леонидовичем, что в 2021 году налога отменят. Хотя я принципиально против этого, за то, чтобы ее вот по максимуму растянуть. Но я уверен в этом, ну, на 99%, что не будет такой формы. Так, давайте тогда перерыв небольшой на рекламу, и можно сделать ставки пока в перерыве. Мы продолжаем программу. Напоминаю, мы сегодня говорим о налоговых изменениях. И говорили в первой половине часа о повышении ставки имущественного налога с кадастровой стоимости имущества. А сейчас обсуждаем единый налог на вмененный доход, который с 2021 года пока еще, возможно, да, должен быть отменен. И в Кировской области 15 тысяч субъектов, даже более 15 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства пользуются этой налоговой схемой уплаты. И остановились на том, что, в общем, пока еще пояс не ушел. Пока еще можно сделать как минимум какие-то шаги для того, чтобы бизнесу помочь. А как максимум даже попробовать завернуть это решение на федеральном уровне, унесение изменений в налоговый кодекс. Кстати, коллеги в Перми, вчера я просто удивился, прочитал на год раньше, уже с 1 января 2020 года, решением городской думы отменяют действие единого налога на вмененный доход. Но, видимо, там все-таки более благополучная ситуация. А что могут сделать на местном уровне как общественные организации, так и органы исполнительной власти для того, чтобы ситуацию несколько улучшить? Ну, во-первых, давайте коснемся Перми. Я думаю, что там ребята в Перми тоже делают некий эксперимент. Конечно, городская дума приняла решение локально по городу Перми об отмене. Но вы почитайте внимательно, какое там принято решение с компенсацией с регионального бюджета выпадающих доходов, если же власть по 1 миллиарду ежегодно в текущем году и в следующем году. Соответственно, не так все просто. Это выпадающие доходы. Поэтому, когда что-то отменяется, на что-то... Выпадающие доходы в местный бюджет. Да. То есть будут компенсировать Пермский край, Пермь, Березнякам и прочим. Да, регионального. Только, только, это было решение только по городу Пермь. Давайте мы сейчас что сделаем? 15 тысяч субъектов бизнеса. Мы понимаем, что в 2021 году те, кто привыкли к этому ЕНВД, оказываются в очень сложной ситуации. Им нужно либо уходить на альтернативные формы налогообложения, а я вам обещал, что дам некие цифры. Мы примерно просчитали, что в среднем, потому что системы разные, виды бизнеса разные, в среднем при переходе на патентную форму налогообложения, сумму плачевого платежа налога для среднего, средневного бизнеса вырастет примерно в полтора раза, если он уходит на ОСН до шести раз. То есть была оценка у нас такая, что по поведению бизнеса от трех до шести раз вырастет налогообложение. Это первое. Второе, налог будет идти в местный бюджет, зачисляться уже в региональный. Да, да, уже возникает расщепление. То есть и так, и так, во-первых, бизнес... Ну, давайте так, с точки зрения... Местное самоуправление вообще умрет. С точки зрения вообще целого бюджета, ну, бюджет у нас вырастет. Если брать консердивный бюджет области, деньги подающие муниципальные или бюджет региональный, то есть все равно вырастет налогообложение бизнеса. То есть Минфин доволен, условно говоря. Да, в случае расщепления ОСН часть налогов уйдет в региональный бюджет, часть останется муниципалитетом. Довольны все, но бизнес потерят колоссально. Что можно спрогнозировать? Учитывая, что все-таки... Вот я говорю уже, что есть как бы три категории платильщиков ЕНВД. Ну, скажем, первая категория стандартная, это те, на кого изначально по смыслу закона был ориентирован на данный закон, исходя из видов деятельности торгового, прочих видов деятельности, такие простые, микрокомпании. Вторая категория – это манипулятор, который, ого, поняли, на чем можно сэкономить деньги и заниматься манипуляцией. И вот эта отмена была связана с тем, что что ж такое наш бизнес? Платит 60 миллионов, а платит нам в итоге 40 тысяч. Значит, надо как-то его привести в соответствие на другие формы налогообложения. Но у нас регион достаточно бедный, дотационный, аграрный. И у нас есть третья категория платильщиков, которые сидят на ЕНВД. Это вот тот самый микробизнес в районах, который не зарабатывает 60 миллионов, который действительно получает там некий доход и платит достаточно посильную сумму налога. И вот эта категория у нас на сегодня оказывается наиболее незащищенная вот в этой процедуре лесных платных. И их большинство, надо сказать. Совершенно верно. Вот из тех 15 тысяч, я думаю, у нас этих субъектов, ну, тысяч 12, если не больше. Соответственно, мы сейчас понимаем, что как только у нас ЕНВД отменяют, бизнес оказывается у разбитого корыта. Ему нужно либо платить достаточно серьезные деньги, вкладывать, помимо того, что увеличилось налогообложение, вкладываться в бухучет, в систему отчетности, контроля. Это найм людей. То есть многие просто махнут рукой? Совершенно верно. И скажут, да ну его. То есть мы имеем дело, 15 тысяч бизнесов, ну давайте их уследим, что у нас 15 тысяч предпринимателей, очень грубо возьму, что мы имеем разговор и идем о 15 тысяч потенциальной армии безработных. А у нас нацпроект. Увеличение количества субъектов бизнеса. Но 15 тысяч, это же все-таки не просто самозанятые, это люди, у которых своя фирма и несколько сотрудников. То есть это нужно умножать, как минимум, в 5 раз. То, кто занимался бизнесом, конечно, он будет вынужден адаптироваться. Он либо уйдет на режим самозанятого, либо, если мы об этом сейчас отдельно поговорим, уйдет на патентную форму налогообложения. Где можно просто будет по-черному работать. Где можно будет работать по-черному. Идет в черную, да, и идет на Новосцен. Но в любом случае процесс охватывает колоссальное количество субъектов бизнеса, колоссальное количество занятых в нашем регионе, именно занятых в наших муниципальных районах, которые там бизнесом раз-два и обчелся. Процесс должен быть управляемый. На сегодня мы с большим ужасом прогнозируем данную ситуацию. Что, как минимум, у нас приведет к росту безработных, к волнению в районах и к потере муниципалитетами значительные доли своих муниципалитетов. Так что же делать? Вообще непонятно, почему Министерство регионального развития Кировской области молчит и не обсуждает этот вопрос на своем экспертном совете или еще где-то. И не выносит, и не стучит по головам депутатов, что, смотрите, такая ситуация будет, давайте выходить с инициативой на федеральных законодателей, чтобы не менять, пока мы не просчитаем последствия. Никто не просчитал последствия этого. Никто. У нас в регионе есть Координационный совет по развитию предпринимательства, который должен был обсуждать. На бумаге есть Координационный совет. У меня, у омбудсмена в моем институте, есть с 2014 года действовал свой экспертный совет, который я как раз планирую собрать сегодня в 15 часов, с приглашением и Минфина, и Минэка, и законодателей сегодня хотя бы для того, чтобы их с этой проблемой ознакомить. Возможно, что у них тоже где-то в куларах эта проблема обсуждается, просто мы об этом не знаем. И действительно, хотя бы сегодня, хотя бы наметить пути выхода из кризиса, которые, в принципе-то, мы отчасти, мы их видим. А максимальную планку, какую вы ставите перед собой, перед экспертным советом и в целом, что может сделать бизнес-омбудсмен на уровне региона? Сохранение. Первое – это сохранение субъектов бизнеса. В том или ином виде мы не должны потерять никого. То есть, ну, возможно, что мы где-то выйдем на увеличение налогообложения. У нас бизнес терпеливый, он у нас уже пережил и повышение НДС. Надеюсь, что переживет так, как бы цинично ни звучало. Очередное повышение правил игры. Но наша задача – эти субъекты сохранить. Иначе мы получим утяжеление социальной напряженности. Безработные проблемы доходов. Это же, ну, действительно, человек привык работать. А сейчас ему в жизни что-то меняется. Поэтому процесс должен быть управляемый через определенные механизмы, через определенные инструменты. Процесс должен быть контролируемый. У нас действительно основным органом, который, как сказать там, координирует и контролирует развитие бизнеса – это МинЭК. Причем у нас МинЭК… Министерство экономического развития Кировской области. Поэтому сегодня очень важно, чтобы была его позиция, чтобы эта позиция была конструктивная и коррелировала с позицией деловых институтов, которые в этом тоже заинтересованы, с позицией муниципалитетов, которые в этом тоже должны быть заинтересованы. А мы не искусственно поднимаем эту тему? Может быть, предприниматели-то не говорят об этом? Многие пока не понимают, что с ними будет. Они не просчитали. Ведь те, о которых говорит, и их которых большинство, на самом деле… Почему во всех странах налоговая система, как правило, для таких лиц стабильная? Потому что то количество налоговых изменений, которые происходят, ни один нормальный человек, даже крупный специалист, не может в голове. Буквально по 23 изменения налогового законодательства в день. Но надо давать себе отчет, что предприниматели не денежные мешки. Они приходят за каждым трактором или какой-нибудь косилкой, банк, берут в лизинг и выплачивают проценты, рассчитывая примерно, сколько будет это им стоить. И поэтому, конечно, надо бить в колокола, надо объяснять предпринимателям. А вообще, я думаю, что надо просто постараться объединить их таким образом, чтобы они смогли потом дать пинка этим всем депутатам от «Единой России» со всех законодательных органов. Ну, давайте не будем в политику. Это потому что экономика, она упирается в эту политику, потому что они все время принимают законы, ухудшающие жизнь населения России, в том числе самого активного населения, предпринимательской части, которая привыкла сама себя обеспечивать. Я бы все-таки хотел привести в практическое русло, хотя... Это и есть практическое русло. Немножко подолью масло в огонь, чтобы помимо того, что мы сейчас имеем просто протоксальную ситуацию с декларируемой стабильностью, с декларируемыми вопросами развития у нас корпораций, развития МСП, с триллиардными бюджетами у нас, в эту работу выручены все, кому не лень, а как это, в общем, все хуже и хуже становится. Помимо того, что у нас сейчас идет... Триллион, триллион, вы хотели сказать, рублей корпораций. У нас сейчас идет еще и процесс реформы контрольно-надзорной деятельности, регуляторная гильотина, как еще это скажется на бизнесе, а мы же знаем, что... То есть ожидание-то не лучше от регуляторной гильотины, хотя это же отмена. Олег, какая гильотина? Если реально изменяется законодательство ежедневно, там, ежедневно, налоговую только 23, а ежедневно это для регулирующей предпринимательскую и другую деятельность, значит, 60 выходит новых законодательных акций. Какая гильотина? Ну, что смеяться? Ну, сказал Медведев, гильотина, фигня, остановитесь, вот тогда будет гильотина. А еще, а еще, есть же принцип, как бы... Но реку нельзя остановить, река существует, пока вода в ней есть, она будет течь. Так это не река, это не река, это канализация какая-то уже, понимаете? Это не река, невозможно, в этой реке даже искупаться невозможно, потому что ты войдешь туда и утонешь моментально, тебя затянет. Если приходить в все-таки практическую плоскость, давайте вот, значит, мы сейчас примерно так вот на словах смоделировали ситуацию, которая может быть. То есть пока в этой ситуации, кроме потенциального роста, очень-очень эфемерного роста налогов с малого бизнеса, при этом изменению отмены от ЕНВД, никаких плюсов нет. Ну, хорошо, мы ситуацию спрогнозируем. Слушай, а вот давай зададим вопрос, они ждут роста налогов от малого бизнеса? Ну, естественно. А почему тогда применяют все меры для того, чтобы роста не было? Базовая концепция, базовая парадигма. Я же сказал, как сучка чиновника, что мы имеем ситуацию с платежниками ЕНВД, при которых доходы колоссальные, а уровень налогов составляет меньше 1% с доходов. Давайте мы их обложим. Бизнес вытерпит. У нас бизнес многострадальный русский. Сейчас я говорю о другом. Какими мерами можно этот процесс гладить? Первое, процесс сделать постепенным, то есть до 2024 года. Опять начинается. То есть сохранение, да, возможно, с какой-то изменением вида деятельности. Второе. Если этот, вообще надо перестать ставить какие-то сроки. Если этот налог не играет существенной роли в бюджете, и не будет играть, и не будет... Может быть, вспомнить все-таки о федерализме, да, и о том, что каждый субъект в данном случае... Хорошо. И давай вспомним, и давай уже практическое русло. Ты же не скажешь, что слова президента не практическое русло. Давай вспомним. Он говорит, развитие малого и среднего предпринимательства – это не только одно из ключевых условий обновления страны. Вот тебе практическое. Обновление страны, обновление экономики, повышение ее устойчивости, но и в целом наше успешное движение вперед. И самое главное – реализация того огромного творческого, созидательного предпринимательского потенциала. Я бы здесь все-таки поставил точку и перенес дискуссию, которая здесь есть, на сегодняшний экспертный совет. Я очень желаю, Владислав, чтобы там действительно были здравые мысли, чтобы вы нашли конструктивный диалог, вышли с Минэкономразвития, и, возможно, появилось какое-то решение по либо плавному переходу, либо поддержке дополнительной предпринимателей, которые сегодня... Работа экспертного совета – это не работа круглого слова, там с Сабрыс поговорили, это работа протокольная, поэтому мы обязаны будем к чему-то прийти, и этот протокол направим к губернатору области. Надеюсь, что с конкретными предложениями. На сегодня у нас все. Тема была интересная, я считаю, и мы закругляемся с разворотом на бизнес. Ждем вас всегда в эфире нашей радиостанции. До свидания.